Вокалистки Поморского народного хора вышли в финал фестиваля самодеятельного творчества «Звезда Октябрьской магистрали-2019», состоявшегося в Санкт-Петербурге, и стали третьими в своей номинации. Лучшим электромонтёром Северо-Запада по версии Россетей стал работник «Карелэнерго» Владимир Разумов из Сартовалы. На соревнованиях в Вологде карельское предприятие представляли пятеро сортовальцев. Продукция Кандапожского ЦБК удостоена знаков качества XXI века, платинового и золотого достоинств. Награда вручена по итогам конкурса «Всероссийская марка. Третье тысячелетие. Знак качества XXI века», который проходил в Москве. В рамках акции «Вода России» в Южкозерском сельском поселении прошли субботники по очистке прибрежных зон рек Чирка Кем и Норвеёки, ламбушек в поселках Кепа и Новое Южкозеро. В акции приняли участие жители сёл, педагоги, школьники, сотрудники ГИМС и пожарной части. Около пяти тысяч бархатцев, петуний, анютиных глазок и других цветов вырастили ученики рабочо-островской школы. Скоро цветы будут высажены на клумбах Беломорска. На улице Юбилейной в Туксе появилась новая детская площадка. Она установлена в рамках программы «Комфортная городская среда». Стоимость проекта составила более полутора миллионов рублей. В Лагденпохе начались работы по благоустройству территории около здания бывшей лютеранской кирхи. Более сорока лет она была в запустении, пока шефство над ней не взяла местная некоммерческая организация и предприниматели. Теперь здесь проведут благоустройство, сделают подсветку здания, а затем на основе старых финских чертежей восстановят крышу и колоконю. Благотворительный фонд «Звезды детям», который возглавляет известный российский футболист Александр Киржаков, передал специальной коррекционной поведенецкой школе-интернату восьмиместный микроавтобус. Дружеские отношения с Александром Киржаковым установились у школы давно, а год назад футболист приезжал сюда на праздник последнего звонка. Почти месяц назад на улице в поселке Вокнаволок образовалась яма глубиной более полутора метров. Чтобы добиться ремонта дороги, житель деревни Виталий Никулин сделал фотографии с участием своих соседей Владимира и Веры и опубликовал в соцсетях. На одном снимке Владимир изо всех сил пытается выбраться из ямы, на другом – жена поэт застрявшего супруга из чайника. Каких только комментариев не было к снимкам. Белое солнце Карелии, портал в другой мир, в Вокнаволоке строится тоннель метро. И меня засосала опасная трясина. И что вы думаете, уже на следующий день дорогу восстановили?